Станица Луганская против отвода войск. Сегодня местные жители провели очередную акцию в поддержку украинских военных. К ним присоединились неравнодушные старобельчане, нововсковцы и северодончане. Люди не хотят, чтобы ВСУ передислоцировались. Они уверены, незащищенная территория станет легкой добычей для боевиков. Об этом нашей службе новостей по телефону из станицы Луганской сообщила активистка Наталья Журбенко. Они и так находятся в километре от первого блокпоста. Они как были на горе, так и останутся. Как лупили, так и путь лупить. А наша армия должна отойти, оставить вот эти все. А сейчас банк, райсминистрацию, все то, что мы наработали, то, чему мы радовали. Я стояла с флагом, который сняли с прошлой ночи. Он весь в дырочку. Так это флагу всего один день. А если три дня он находится на полпосту, понимаете как? Каждый день идут застрелы. Как мы можем видеть? Мы верить не можем, потому что мы знаем, что тут будет. Это будет несколько часов, только армия отойдет и придет те, кто сюда хочет повесить в Саваруси. С тем, что нельзя отводить войска, согласно и уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Герасченко. Боевики продолжают обстреливать станицу Луганскую и Золотое, тем самым нарушая минские договоренности. Сегодня представители ОРДЛО сорвали проведение видеоконференции по вопросам безопасности, а вчера проводили некий праймерис-фарс без участия наблюдателей СМИ, без участия украинской стороны вне норм украинского права и законодательства. Это все кремлевские сценарии, направленные они на одно – эскалацию конфликта. И в продолжении темы массировано станицу Луганскую обстреляли в ночь с 30 сентября на 1 октября, а утром боевики закрыли пешеходный переход. Между двумя пунктами пропусков собрались почти полторы тысячи человек. Почему КПВВ не работал, узнавал Владислав Кровец. В субботу пункт пропуска в станице Луганской начал работу в 7 утра. Но с оккупированной стороны, без объяснения причины, боевики не пропускали людей. Между двумя КПВВ собралось около полутора тысяч человек. Это можно связать с тем, что прошла сегодня утром ротация, местных алкоголиков убрали и прибыли российские, их там нет. То есть, со слов местных жителей, которым удалось пересечь пункт пропуска, пообщаться на той стороне, говорят, что стоят новые подразделения с явным российским, московским акцентом. Режим тишины не соблюдается. Сегодня ночью был очень сильный обстрел с 22 до часу ночи. Позже боевики представителям ОБСЕ сообщили, что закрыли пункт пропуска из-за ремонта взорванного моста. Но люди, идущие с оккупированной территории, не видели ни ремонтной техники, ни рабочих. Мост с той стороны ремонтируется или нет? Ну, пока мест нет. Как был, так и есть. Около 11 часов дня боевики начали пропускать людей по одному. Владислав Кровец, Александр Буряк, Пудиев.